Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать назад в главную студию, и с нами новый гость. Догадайтесь, кто это? Ну, не Дмитрий, это Владимир на этот раз. Всем привет. Добро пожаловать, Владимир. Извини, идёт какой-то вопрос. А кто старше, Дима или Вова? Ну, просто насколько новый, как бы, если новый гость, то новый должен быть помоложе. Очень-очень сложно сказать. Все очень молодо выглядят. Вообще говорят, что программисты хорошо сохраняются. Так потому что никуда не бегают, на улицу не выходят, сидят в темноте, как бы в криогенной камере. Облучаются синим светом. Облучаются синим светом, да, ультрафиолетом. Так, ладно, да. Чем-то они точно. Перейдём от моих дебильных вопросов к Вове. Вова, расскажи, кто ты такой и вообще зачем пришёл? Я Вова. Очень приятно. Очень приятно. А, ну неплохо. Я руковожу компанией Query File Labs. Наша компания делает базу данных. Мы, по большому счёту, помогаем другим технологическим компаниям создавать разнообразные продукты по управлению данными. Не фокусируемся мы на таких вещах, как оптимизаторы запросов, движки запросов, сторидж, распределённые системы. До этого я работал достаточно длительное время над распределёнными системами в компаниях Изелкаст и Гридгейн. Ну и всё. Отлично. Отлично. Расскажи, да, над чём ты работаешь. Давай потихоньку начнём. Давай начнём с детства. С детства? С детского сада. Так мы это уже... Я тебя не трогаю, ты заметил? Я уже боюсь. Мы это уже начинали со мной на техтрейне. Ну окей. Да. Значит, давай так. Как ты дошёл до баз данных, вообще до жизни такой? В Гридгейне как-то... Ты в Гридгейне был? Как ты в Гридгейне очутился? Работал ли ты где-то до этого? Или просто сразу попал в Гридгейн? Да-да-да. Да, не, на самом деле это хороший вопрос, потому что у нас в том числе часто спрашивают, как начать заниматься базами данных или распределёнными системами. Но по большому счёту тут нет никакой магии. И если мы посмотрим на разные команды, то там очень часто люди в эту область приходят с совершенно разным бэкграундом. То есть я в своё время начинал заниматься программированием. Ну, году в девятом, наверное. И первые два года где-то или два с половиной я занимался жестким энтерпрайзом. Абсолютно жесточайшим. На Джава? На Джава. Веб-сфера, там EGB, там, ну... Спрингбуд? Не, ещё не было. Ещё не было. GMS. Хибернет. Хибернет. Обязательно. EGB. Я знаю страшные слова. Да, поэтому, ну, никакого сверхъестественного апграунда у меня не было, но мне хотелось просто, ну, со временем углубиться в какие-то более низкоруневые вещи. Я там самостоятельно стал изучать конкуренции. И это помогло мне в своё время пройти собеседование в Гридгене. То есть я увидел, что вакансия, в принципе, по профилю похожая. Ну, что она явно не про энтерпрайз, а про что-то такое более... Ну, то, что мне было ближе. И какая-то предварительная подготовка по конкуренции просто позволила мне это собеседование пройти. А дальше всё пошло само собой. И казалось, что... Ну, было действительно интересно, достаточно наукоёмкое. И, ну, с тех пор я занимаюсь всем, что связано с распределёнными системами, базами и прочим. А над чем ты в Гридгене работал? Если не секрет. Это секретная информация, но я расскажу. Над базой данных, наверное, работал. Нет, ну... Нет? В Гридгене мы работали... Ну, я работал над сериализацией. Я делал интеграцию с разными языками программирования. Это изначально система написана на Java. Я там делал, ну, словом говоря, интерфейс к плюсам, к дутнету. Я... Ну, это вначале. Я делал там распределённый движок, который должен был быть таким друппы на реплейсмент для Hadoop. То есть, ну, вместо Hadoop ты запихиваешь наш движок. Вместо HDFS запихиваешь нашу там. GGFS это называлось. Вот. И там всё ускоряешь. Ну, местами получалось ускорять, местами не очень. Но в итоге этот продукт так он особо света не увидел. И потом я длительное время занимался SQL. Ну, вот с тех пор у меня и пошло постепенное углубление в SQL-ные вопросы. Там вопрос оптимизации и так далее. И, ну, в общем... Как случился Hazelcast на твоём пути? Ну, Hazelcast случился примерно так же. То есть, Hazelcast в какой-то момент потребовалась экспертиза в SQL. У меня эта экспертиза частично присутствовала. И я понял, что мне надо постепенно с GridGain двигаться дальше. Я пришёл в Hazelcast через знакомых, условно говоря. А Hazelcast — это наша контора? Нет. Когда-то, может быть, в самом начале. Нет, Hazelcast наша не была. Наша контора... Ну, наша — это GridGain как раз-таки. Hazelcast — это контора турецкая, по большому счёту. Это Турция. Ну, естественно, формальная штаб-квартира в Штатах находится. Ну, всё правильно оформлено, да. Да-да-да. Там всё правильно сделано. Вот. И в Hazelcast я пришёл чётко заниматься SQL, только SQL там и занимался. А SQL — это вычислениями или оптимизацией процессинга? Или что SQL в Hazelcast умеет? Ну, это всё вместе. То есть для того, чтобы ваш продукт стал общаться, ну, сумел общаться с пользователем на языке SQL, туда надо прикрутить, ну, условно говоря, фронтенд и бэкэнд. Фронтенд — это, ну, если в грубых терминах, это там парсинг, семантический анализ, оптимизация. А потом, когда вы это оптимизировали, получили набор инструкций на исполнение, естественно, их надо как-то, ну, исполнять. Вот. И для этого нужен бэкэнд. Бэкэнд — это, соответственно, непосредственно реализация операторов, это скедулинг запросов, обмен данными между узлами. Ну, то есть всё то, что связано именно с исполнением. И я там делал и то, и другое. Я просто помню... А как ты в дистрибьютер тогда ушёл? В какой момент? В какой момент у тебя появилась дистрибьютер в твоей жизни, если ты занимался, по сути говоря, SQL? Нет, я понимаю, конечно, что планировщик дистрибьютер бывает, но вот именно если об оптимизации, то здесь нету никакого дистрибьютер. Ну, нет, там получилось так, что дистрибьютер стал заниматься в гридгейме. И я там несколько лет, в том числе, делал распределённый движок искольный. Ну, вернее, делал громко сказанно, скорее мейнтейнил то, что было. Вот это более правильный термин. И движок-то там был распределённый. И в Хазел Касте мы тоже делали распределённый движок. И на самом деле тот факт, что ваша система является распределённой, на самом деле оказывает очень большое влияние на реализацию оптимизатора. Потому что оптимизатор должен понимать, что у вас много узлов участвует в исполнении запроса. Это влияет на то, каким образом операторы исполняются. То есть, допустим, сделать операцию о агрегации в распределённой системе и в монолитной — это разные вещи. То же самое джойны, да? Ну, они непросто делаются. И, во-первых, надо операторы адаптировать под распределённую природу вашей системы. Во-вторых, эта распределённость привносит целый новый пласт сложных комбинатурных проблем. Например, оптимизация передачи данных. Между узлами. То есть, если вы возьмёте какой-то даже умеренно сложный запрос, окажется, что делать шафл данных для исполнения запроса можно огромным количеством способов. И можно это попытаться перебором решить. Но это, по большому счёту, сложная задача. Можно каким-то эвристически решить и так далее. И поэтому, на самом-то деле, оптимизаторы под распределённой системой довольно сильно отличаются от... Ну, имеют много оптимизаций, которые даже не появляются на горизонте в монолитах. Типа там Postgres какого-нибудь обычного, или там Asiql и так далее. Они скорее пытаются быть умными, или они скорее пытаются быть, не знаю, пессимистичными? Или ты сказал про распределённый оптимизатор, который очень сильно отличается от обычного классического случая с одной-единственной нодой? Ну, я скажу так. Оптимизаторам, в принципе, живётся не очень легко. Потому что способов... Ну, потому что эскольный декларативный язык и способов исполнить один и тот же запрос огромное количество, даже в монолите, в распределённой системе этих способов ещё больше становится. Поэтому, по большому счёту, ну, можно рассматривать оптимизаторы как наборы в RISIC. То есть оптимизаторы пытаются казаться умными, пытаются местами делать какой-то cost-based перебор, какие-то разумные решения принимать. Но, по большому счёту, всё упирается либо в то, что вам не хватает вычислительной мощности, чтобы просто перебрать все варианты, потому что вы не хотите бесконечное время тратить на оптимизацию, вы хотите исполнять уже запрос. А вторая фундаментальная проблема, что даже если вы каким-то образом умудритесь перебрать все варианты, вам надо как-то их оценить и выбрать наиболее оптимальные. А чтобы их оценить, вы полагаетесь на неточные статистики, из-за чего, если вы решите, ваш оптимизатор решит, что этот план оптимальный, может оказаться, что он на самом деле не оптимальный. Поэтому местами приходится действительно делать очень такие пессимистичные какие-то предположения. Местами надо, наоборот, более агрессивно себя повести. Иногда это даже от кейса зависит. Я приведу пример. Во многих оптимизаторах стоит отсечка, что если больше, чем N join'ов у нас в плане, то я не буду делать перебор, а пойду делать какой-нибудь генетический алгоритм или ещё что-то. Или в принципе join'ы планировать не буду. Это тоже решение вполне себе. Поэтому даже от формы запроса может зависеть то, насколько вы агрессивны или, наоборот, пессимистичны в ваших действиях по оптимизации плана. Скажи мне, пожалуйста, тогда следующее. Смотри, судя по названию Curify Labs, у вас компания работает над запросами, над предоставлением запросов. Скажи, пожалуйста, а как, если мы говорим о распределённых запросах, и ты говоришь, что тут важна архитектура внутри, как вы можете делать как бы именно оптимизацию движка под… Ну вы же не под конкретную базу данных, наверное, делаете? Нет, мы как раз под конкретную. А, вы под конкретную. А какую? Hazelcast тоже? Это секрет. Да, то есть мы работаем с несколькими технологическими компаниями. Они, соответственно, делают их продукт, либо являются базой данных, либо имеют внутри себя какую-то базу данных. Но я к тому, что вы не какой-то дженерик способ, который можно прикрутить к любой базе данных. Вы именно какую-то конкретную базу данных берёте и для неё улучшаете движок. Ну да, то есть мы, естественно, то есть большая часть нашего времени тратится на кастомную разработку. То есть мы знаем, что, допустим, вот эта база данных у нас живёт, она распределённая, живёт в облаке. Вот эта база данных у нас бегает на конкретном железе. Вот эта база данных у нас только в памяти находится. Под каждого из них решения по оптимизации и архитектуры, и оптимизаторы, и движка, они, конечно, очень сильно отличаются. Но, тем не менее, как ты сказал, что-то общее создать, но на самом деле это именно то, куда сейчас движется индустрия. Потому что, ну, то есть если бы у инженера была возможность поработать, допустим, пару лет в одной компании, которая делает базы данных, потом в другой, в третьей, и походить вот так вот вширь, посмотреть, что они делают, то они очень часто сталкиваются с одними и теми же проблемами. То есть там делаете вы какой-то персистенс, ну, вы там будете писать там Б-дерево или там ЛСМ какой-нибудь. Делаете вы оптимизатор, ну, вы там будете одним и тем же там пейпером и принципом следовать. От компании к компании это постоянно происходит. И, естественно, возникает вопрос, если мы там делаем очередную базу данных, то до какой степени нам надо всё делать с нуля, а что можно переиспользовать? И, конечно, хочется по максимуму переиспользовать. И сейчас индустрия, ну, мы это очень явно видим, движется вот в сторону того, что мы условно называем Composable Databases, да, это баз данных, которые собраны из кусочков каких-то готовых систем. И эти кусочки, то есть, допустим, и мы эти технологии очень активно все используем, да, то есть первое, ну, у нас две широко используемые технологии, это Apache Calcite и Apache Arrow. То есть Apache Arrow — это набор примитивов для колоночной обработки данных, Apache Calcite — это набор примитивов для построения оптимизаторов запросов. Вот, и поэтому из вот этих кусочков ты собираешь базу данных, это тебе экономит время на какие-то инфраструктурные вещи, но, тем не менее, архитектуру всегда приходится очень жёстко адаптировать под конкретную систему, и всё равно, то есть, ну, все фундаментальные челленджи как были, так и остаются. Просто местами ты можешь чуть-чуть ускориться за счёт использования готовых компонентов. Окей, это интересно. То есть, по сути говоря, вы сейчас можете оказаться на переднем фронтире. Совершенно случайно, ну, не случайно, видимо, но можете оказаться на переднем фронтире всей индустрии, если сможете придумать, как ваш продукт сделать self-contained, так сказать. Ну, тут вопрос в том, что считать передним фронтом. То есть, можно считать передним фронтом, допустим, пепперы, которые приходят на какой-нибудь Sigmata VLDB. Нет, я имею в виду в индустриальном фронт-энде, раз все идут уже потихоньку к тому, что из разных кусочков будет составлять. Да, ну, по большому счёту, да. То есть, мы по большому счёту на этом фронте оказываемся, потому что все наши заказчики, скажем так, большинство из них, они делают новые продукты. То есть, мы не сталкиваемся с Legacy или с тем, что… То есть, представьте, мы бы пришли там улучшать Postgres или Masicle. Ну, мы бы там, особенно Masicle, ну, там кодовая база, ну, очень там старая, сложная, там её тяжело двигать. И там, конечно, быть на передовой было бы проблематично, да. Если вы делаете продукт с нуля, конечно, вы можете это всё переосмыслить и пойти по каким-то уже таким более оптимальным практикам. Я же правильно понял, что ты говорил, что вы используете вот эти стандартные компоненты, типа колцита там, да, и тому подобное, из Apache инкубатора или, не знаю. Нет, это просто Apache, ну, Apache Software Foundation. Да. И вот какие… В чём состоится, собственно, ваша работа? Например, вот в случае с колцит, что вы там улучшаете? Или добавляете? Или как вы меняете вот эти существующие стандартные компоненты, которые… на основе которых вы работаете? Если взять за пример кольцит, да, то давайте сначала посмотрим, что это такое. Кольцит – это набор компонентов, через которые проходит запрос. То есть сначала запрос пришёл в парсер, да, это чисто вы делаете синтаксический анализ, потом вы делаете семантический анализ, потом вы делаете оптимизацию запросов и после этого получаете план. Вот. Проблема в том, что то, какое вы хотите получить план, очень зависит от той системы, которую этот план будет исполнять. Правильно? Поэтому колцит, он может предоставить только какие-то базовые абстракции. То есть колцит нам даёт парсер. Вот. Но вам может этого парсера не хватить, потому что какие-то там команды вы хотите добавить, или синтаксис, или функции, и так далее. Надо там делать какие-то экстеншены. Вот. Мы это, соответственно, делаем. Либо синтакс изменяем, либо новые функции вводим, либо там новые правила вывода типов там какие-то делаем. То есть там, допустим, в Masiquelist string плюс int — это int, а в passgre — это exception. Вот. Надо как-то под это адаптироваться. Но это, в принципе, такие вещи достаточно прямолинейные и простые. То есть там ничего технически интересного не происходит. Технически интересно именно в оптимизации запросов. То есть колцит, по большому счёту, даёт нам набор операторов, которые очень сильно напоминают классические операторы реализационной алгебры. Проекция, фильтрация, агрегация, там, join'ы и так далее. И даёт набор абстрактных правил, как эти операторы можно повращать. То есть можно, допустим, у join'а переставить порядок input'ов. Можно агрегат запушить под join. Ну, вот такого рода вещи. Но этого совершенно недостаточно, чтобы построить финальную систему. Потому что финальная система, допустим, должна уметь агрегат разбить на две фазы, допустим. Да, преагрегация и финальная агрегация. Для join'ов, если это join распределённый, надо понять, каким образом обеспечить корректность этого join'а. То есть всё свести на один узел или шардировать по разным узлам. Какую выбрать стратегию? Там, hash join или merge join. Как данные сканировать? Из таблицы брать или по индексу идти? Кольцит ничего этого не умеет. Потому что он даёт только абстрактные операторы, которые ничего не знают про вашу целевую систему. И когда вы начинаете углубляться в требования вашей целевой системы, оказывается, что там бесконечное количество работы. Если вам интересно посмотреть на интеграцию кольцита, я бы рекомендовал открыть Flink. То есть Flink — это известный, хороший проект, который и стриминговые запросы делает, и батч запросы делает. И если вы посмотрите, как там кольцит интегрирован, он представляет собой порядка 20-30 фаз оптимизации, через которые запрос проходит. И кольцит изначально вам не скажет, какие фазы должны быть. Он даст только несколько примитивов. А в Flink это всё уже организовано в конкретные примитивы для исполнения распределённых запросов, и бачёвых, и стриминговых. И если вы посмотрите на количество кода, который написан в Flink для работы с этим, ну это там огромное количество кода. И мы вот именно такими вещами и занимаемся. То есть имея небольшие базовые примитивы, мы это превращаем в реальный оптимизатор запросов. Круто. У меня вот такой интересный вопрос. Вот ты говоришь, что по большей части все базы данных, в каком-то смысле, они основаны на каких-то предыдущих пейперах. Ну, в каком-то смысле, что каждая часть просто они считают какой-то пейпер, и они реализуют. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты вспомнить какой-нибудь самый последний пейпер, который вы использовали по времени выхода, что они там не 2012 года абстакт, а там 2020-го у себя было что-нибудь такое? Или ловили вдохновение из... Да, или ловили вдохновение из чего-то свежего как бы. О, господи. Сейчас ты должен сказать, пацаны, я не читаю пейперы. Да, я создаю эти пейперы, я их не читаю. Пейперы не для меня, да. Ну, нет, я, к сожалению, так не скажу, потому что я не помню, чтобы я там на год пейпера сильно смотрел. И на самом деле в практике, ну, в яне каких-то пейперов у нас постоянно присутствуют, да, иногда это ты прям пришел, открыл, почитал и сделал, но чаще это происходит иначе. Чаще ты там один раз пейперы посмотрел, второй, третий, постепенно у тебя это все складывается в голове в какую-то там картинку, которую ты потом уже автоматически применяешь, когда эти задачи перед вами появляются. Ну, вот из таких пейперов я даже название год не вспомню, но я просто пример приведу, с чем приходилось сталкиваться. Даже сейчас я сидел дебагал буквально перед этим интервью, у меня есть проблема, у меня план плохой, он долго исполняется. И там проблема возникает в следующем, что когда вы строите сложные планы запросов, там можно переиспользовать, то есть иногда бывает так, что у вас два или более частичек плана делают одно и то же. И вам бы хотелось это дело схлопнуть в некий один подплан, который вы потом сможете переиспользовать другими parent-операторами. То есть фактически из дерева превратите в даг. Но проблема заключается в том, что когда вы начинаете из дерева делать даг, то cost-based решения, которые вы приняли до этого, могут оказаться некорректными. То есть если вы решили, что сначала надо сделать join в порядке ABC, то когда вы делаете дупликацию, то может оказаться, что на самом деле оптимальный порядок B, A, C. Потому что выбрав этот порядок, у вас там больше узлов дедуаплицируется. И имеющиеся алгоритмы кальцита, например, никак это не учитывают. И вот сейчас у меня прям ровно такая проблема возникает, что у меня там появились, грубо говоря, переиспользование каких-то подпланов, которые привели к неоптимальному плану в целом. Хотя вроде бы казалось, оптимизация правильная. И на эту тему коллега с нами делился Пеппером, который прям ровно это показывал, что оптимизация по дедупликации узлов находится в конфликте с оптимизацией, допустим, порядка join. И это надо особым образом интегрировать в общую инфраструктуру оптимизатора. И вот у нас кальцит это не умеет, и сейчас мы с этим столкнулись. Вот, пожалуйста. А где вы с этим, кстати, столкнулись? Как вы случайно с этим столкнулись? Нет, мы с этим столкнулись не случайно. Это просто часть одного из наших проектов. Мы там уже умеем выполнять довольно сложные запросы. То есть мы там почти все эти PCDS-запросы исполняем в распределенном ключе. И вот у нас просто один целевой запрос, который пришел уже с реального кейса, он свелся к тому, что до применения хорошей оптимизации у нас там запросы работают полторы минуты, а после применения он работает пять минут. То есть вы даже оптимизируете не как бы глобально, а какие-то конкретные виды запросов, да? Не, ну это как выглядит? Ты обычно что-то глобально оптимизируешь, потом у тебя тест-кейс. Ты потом запускаешь тест-кейс, смотришь, у тебя тут конкретный случай частный, он плохой. Начинаешь туда копать. Да, ну то есть на самом деле то, что спрашиваешь, это тоже очень сложная тема. Это тема оценки качества оптимизаторов. Это сложнейшая вещь вообще. То есть первое, что я хочу сказать, допустим, в кальците никто никак качество не оценивает. Поэтому что он там делает, порой это просто дичь. Вот. На тему оценки качества я как раз много пепперов читал не очень давно. Объясни, расскажи тогда нам, да. Да, то есть там идея заключается в следующем, что в конечном счете, когда к вам пришел запрос, вы на выходе, скорее всего, хотите получить один план. И чтобы этот план исполнял запрос быстрее, чем другие планы, которые вы потенциально рассматривали. Вот. И внутри Костбест оптимизаторы работают таким образом, что они генерируют множество альтернативных планов. Они это эффективно кодируют в специальную структуру данных. Там называется мема. Это некий end-or-graph, который там, ну, учитывает классы эквивалентности операторов и компактно, там, может достаточно компактно представить там тысячи и миллионы альтернативных планов. Вот. Но на выходе вы получаете только один план. И возникает вопрос, если вы там проанализировали тысячу планов, а на выходе взяли один, как понять, что это реально оптимально? Понять это можно только реально его исполнив. Исполнив его и все остальные планы в том числе. Вот. И поэтому одна из предложенных вот оценок качества оптимизаторов заключается в том, что вы берете не один план из оптимизатора, а сэмплите сколько-то планов, которые он сгенерировал, исполняете эти планы в реальном окружении и фактически выстраиваете порядок этих планов. То есть, допустим, вы отсортировали их по времени исполнения. А потом вы берете и эти же планы отсортировали по тем оценкам, которые дал оптимизатор. И получается, что у вас есть реальный оптимальный порядок этих планов и есть умозрительный порядок, который оптимизатор сделал. Потом, применив там какие-то формулы простейшие, по перемножению, раздаче каких-то весов и так далее, вы получаете некую численную величину, которая показывает условное качество вашего оптимизатора. И когда вы вносите последующие изменения, то имея достаточный набор целевых запросов, вы можете смотреть, эта цифра улучшается или идет вверх или вниз. Но на практике очень мало проектов этим запариваются. И очень часто оценка качества оптимизатора просто сводятся к тому, что вы посмотрели один план, ну вот тут что-то плохо, давайте я немножко подкручу вот эти коэффициенты, о, стало получше. Потом в другой месте из этого отвалилось, ну пойдем там починим. И вот это такое постоянное тушение пожаров, это чаще системы именно так работают. Вы так разрабатываете, да? У вас большой, огромный список запросов, и вы на нем пытаетесь какие-то трэш-холды просто выбивать, чтобы было там не хуже, чем 10% лучшего плана, который вы нашли. Или как вы тестируете сами у себя? Ну, это сложно. То есть, конечно, в конечном счете всегда хочется иметь какую-то компактную оценку. То есть эта оценка может быть действительно там оценку, которую вы вывели из кишков оптимизатора. У нас пока что, у наших проектов пока что такого нет, но мы бы хотели это сделать. Это не очень сложно делается, но руки пока не дошли. Чаще качество оценивается потому, что вот у вас есть планы, да, и вы исполняете там какой-то достаточно большой набор запросов, вы смотрите, сколько времени у вас ушло на реальное исполнение. То есть если со временем время исполнения у вас уменьшается, ну, значит, скорее всего, вы идете в правильную сторону. То есть у вас даже типа статистики пока не собираются, да? Сколько там именно каждый джоин, там типа операции. То есть вы именно сейчас пока на реал-тайм смотрите. Ну, это не мы, это скорее, знаешь, некое усредненное видение, как индустрия действует. Потому что, ну, чем более сложные подходы вы используете, тем больше силы они требуют. Поэтому, конечно, вначале все хотят обойтись малой кровью, и покуда вы собираете вот такие низковисящие фрукты, достаточно порой там просто глазами посмотреть, сказать, ага, вроде окей, все, там, пуш, да? Вот, но со временем, по мере того, как ваша система становится более взрослой, конечно, и по мере того, как появляется больше пользователей, больше разных нагрузок, вам, вы обязаны переходить на более сложные оценки, потому что, ну, иначе у вас постоянно где-то что-то будет отваливаться, и вы этого не хотите, чтобы это происходило. У меня еще один классический идиотский вопрос, как развивается наука сейчас, всякая дистрибьютер, ты конкурентный. Скажи, пожалуйста, когда ждать машин-лернинг обработчиков запросов? Ну вот да, уже все, да? Уже народ стал это клепать, как пирожки горячие? Нет, еще не все, но, естественно, в этом направлении много прилагается усилий. Вот если посмотреть из такого живого проекта, я рекомендую посмотреть проект, называется Outer Tune. Outer Tune. Это от Энди Павла. Да, это от Энди Павла. Вот. Outer Tune. Outer Tune. Да, Outer Tune. А, Outer, я думал, которые типа выдры. Выдра, выдра. А, выдра. А, все, выдра. Outer это Join, а это Outer Tune. Значит, вот, они в том числе используют машинное обучение, чтобы тюнить параметры базы данных, потому что у каждой базы данных там 250 тысяч параметров, и в разных комбинациях под разные нагрузки, то есть под разными нагрузками разные комбинации параметров дают оптимальный результат. Вот они пытаются на этом учиться. Машинное обучение можно использовать, конечно, и в планировании запросов, да, то есть для того, чтобы предсказывать какие-то планы более оптимальные и так далее. Но в целом, я скажу так, я думаю, что рано или поздно степень использования машинного обучения будет расти, но этот процесс очень медленный и очень-очень тяжелый. И нам достоверно известно, что даже в неких компаниях, в том числе достаточно известных, даже, по-моему, которые на этих конференциях присутствуют, были попытки внедрить машинное обучение, в том числе в оптимизаторы, допустим, для оценки кардинальности, вот эта очень горячая тема. И они провалились. Мы просто провалились, потому что это реально очень сложно, и там можно придумать какую-то модель, но кто сказал, что она будет давать хорошие результаты, как ее правильно дотюнить, как убедиться в том, что она не потребляет бесконечное количество ресурсов. То есть я думаю, что процесс этот будет идти, но очень неиспешно, и не стоит ждать, что там вот так по щелчку пальцев появился новый пеппер, и все там кинулись, сделали, и у всех там стали суперкрутые базы данных. Такого не будет, скорее всего. Ну ты, конечно, хитрый пес. Опять избегаешь ответа про точно компанию, которая говорит, что ну вот что-то типа там, но я не скажу, какая. То есть секретики держат. Нет, у меня просто... Нет, здесь не секрет, здесь просто у меня фактура недостаточно, а то вдруг что-то скажу, и оказывается, что там наоборот все получилось, мы просто не знаем об этом. А, ну, хранят тайну. А у вас получилось? А мы машинное обучение не используем, потому что мы в нем ничего не понимаем. Соворал бы. А вот зря. Смотри, сейчас бы сказал бы, что вы еще машинное обучение хотите прикрутить. К вам бы какие-нибудь спонсоры сейчас пришли, накинули бы денег еще. Да, 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 конечно, машин лернинг, да. Ну, не, я думаю, что на самом-то деле, ну, естественно, на этом хайпе денег совершенно точно можно найти. Ну, конечно, в последние времена, ну, в последние месяцы немножко посложнее стало по известным причинам. Вот, но в целом, конечно, как только слышат машин лернинг, особенно, ну, тем более применимое, ну, в нашей индустрии применимо к базам данных, это, конечно, всегда вызывает интерес. Но это реально сложно. Это реально очень сложно и непросто. Да, еще проблема в том, что этот термин очень перегружен, и даже простая линейная регрессия тоже машин лернинг. Да, да. И когда многорукий бандит в твоем оптимизаторе, это тоже машин лернинг. Но тут надо, кстати, заметить, что я вот к чему говорил, что уже пришло. Очень много научных работ по поводу этих спарс-индексов, которые строятся какой-то моделью. Да, индексы строятся. Да, и там прям прикольные результаты есть очень сильно. Я не знаю, правда, кто-нибудь в продакшене применяет. Но пока это ничего не работает, по-моему. Не знаю. Я не видел таких баз данных, которые бы какие-то любые вещи. Но мы это, кстати, на тех трене обсуждали с Лешей, если ты смотрел наше. Нет, не смотрел. Да, у нас, кстати, не так много времени, и я хотел бы задать пару вопросов. Уточняющих этих. Нет, 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 нет. На вылет. Нам хотелось бы... Сколько денег стоит то, чтобы в Гидре быть спонсором? Спросите у... Сколько занести нужно, да. Спросите у Алексея. Давайте так, не очень дорого. Надо просто... Вдруг кто смотрит, надо поддерживать Гидру. Конечно, видите, не очень дорого, говорят. Вот надо взять и принести эти деньги. В пакетике желательно и мне. Перед концом еще двух философских вопросов, которые, надеюсь, тоже будут интересны нашей аудитории, пока мы сильно в оптимизацию уже закопались. Вот. Первый — это хотелось бы поговорить, как собеседование проходит и как люди, которые хотят начать работать над базами данных, что им нужно знать и как вы их будете мучить. А второй вопрос. Ты упоминал, что можешь что-то рассказать про то, почему до сих пор каждый день, условно говоря, изобретают базы данных и каково место России в международном вот этом пространстве БД. Вот что ты можешь про это сказать? Можешь начать, кстати, с любого вопроса, который ты хочешь. Можешь начать с, например, то, как вы отбираете к себе этих лютых инженеров. Смотри, а можешь закончить тоже вопросом на выбор из двух? Как тебе нравится? Ты можешь начать по выбору, а можешь закончить по выбору. Да, давайте я просто два раза на один и тот же вопрос отвечу, и тогда все будут довольны. Значит, ну давайте начнем с собеседований. Ну, первое, что важно понимать, что мы не ищем лютых инженеров. Понятно. Мы ищем правильных инженеров. Вот, и если вы на самом деле посмотрите на то, как устроены команды, которые разрабатывают СУБД, это далеко не всегда там бородатые дядки, которые 40 лет делают базы данных. Иногда это олимпиадники, да? Иногда, да. Вот, кстати, и олимпиадники очень редко встречаются, на самом деле. Очень странно, кстати. Да. Ну, видимо, вы не так много платите. Нет, а я говорю... Не в ту степень куда-то уходит. Да, я говорю не про нас. Я говорю и про мой опыт в прошлых компаниях, которые тоже, по сути, базы данных делали, и про те команды, которые мы сейчас видим. Дело в том, что, как правило, команда... Ну, хорошо, как эта команда сбалансирована. То есть в команде есть эксперты, которые должны команду направлять, да, и помогать и правильные технические решения принимать. Должны быть и люди, которые учатся. Поэтому практически в любой команде, ну, такой плюс-минус адекватный, вы увидите обязательно там интернов. Вы увидите людей, которые там пришли с кого-нибудь там. Мы интерпрайза, условно говоря, эти базы там в глаза раньше не видели. Им просто интересно. И, конечно, вы увидите экспертов. Если какое-то из этих звеньев отсутствует, сразу начинаются проблемы. То есть, например, если в компании нету достаточной экспертизы, по базам данных, то можно годами делать совершенно не то, что требуется. И никто не будет об этом знать. То есть все будут на там условных холл-хэнсах там говорить про успехи компании, про то, как мы там бороздим космос, а на самом деле ничего не получается. Если нету свежей крови, то может оказаться так, что кто-нибудь уволится, ключевой специалист, у вас все посыпется. Или то, что компания за пару лет работы стала зашоренной, к каким-то там практикам прилипла и больше не видит вокруг себя ничего. Извини, пожалуйста, насколько это реальные кейсы ты описуешь? Абсолютно реальные кейсы. Абсолютно реальные. Он еще не начал ничего про собеседование говорить, ты заметил? Опять все вокруг да около ходит. Да, поэтому в нашем случае мы, естественно, пытаемся искать и экспертов, и неэкспертов. И, естественно, с каждым из них разговор идет по-своему. То есть, если к нам приходит человек, который там пилил уже что-то такое большое и серьезное, конечно, мы с ним будем говорить про какие-то глубокие вещи касательно этих баз данных. Если к нам придет человек, который только хочет войти в мир баз данных распределенных систем, мы его там погоняем больше по алгоритмам и систем дизайна, какое-нибудь интервью с ним проведем, чтобы понять, что он может на какую-то сложную проблему с разных сторон смотреть. Это очень важно. Но в целом, ну, под каждую компетенцию плюс-минус там свой процесс должен быть. То есть, то, что вы вывесили вакансии у нас тут на конференции, это кто угодно может, по сути говоря, податься, да? То есть, нету какого-то разграничения по уровню. Ну, знаешь, у нас там условно вакансии, у нас условно висит две вакансии, которые по большому счету одна и та же вакансия. Просто там, ну, мы немножко уровней попытались разнести, но по большому счету это спектр, да? То есть, нам важно, чтобы человеку было интересно, чтобы он был готов к вот этой, ну, достаточно низкоуровневой деятельности и готов к тому, что большинство решений, ну, принципиально, которые будут приниматься технически, будут неидеальны. Потому что, ну, не бывает идеальных баз данных. Все всегда упирается в то, что там ресурсов не хватает, там, слишком сложно комбинаторно или еще что-то. Поэтому, по большому счету, любая база данных — это огромный набор компромиссов, там, эвристик и всего прочего. И надо, чтобы человеку с этим было комфортно. То есть, нам не подходят идеалисты, например, нам подходят реалисты, да? Нам нужно, чтобы человек, там, копал, там, самостоятельно, там, какие-то пеппи, там, интересовался, подсмотрел другие продукты, пеппери читал и так далее. Поэтому здесь это, безусловно, набор и технических скиллов, и софт-скиллов. От этого никуда не уйти. Вот в этом плане мы стараемся строить сбалансированную команду. То есть, мы не ищем столько экспертов, потому что кажется, что тогда будет нам слишком тесно. Но мы ищем людей, которые просто хотят, ну... Которые любят базы данных. Которые любят базы данных, да. Хорошо. У нас осталось... Второй вопрос. Второй вопрос остался. Да, давай одну минуту на второй вопрос, и у нас будет супер-последний вопрос в последнюю минуту. Хорошо. Ну, по второму вопросу, он был про то, почему постоянно новые базы данных создаются. И где Россия в этом месте. И где Россия. Ну, честно говоря, по-моему, это я приложил этот вопрос добавить. Но что-то такое обширное, я уже отвечать на него не хочу. Но если очень абстрактно, не буду претендовать на полноту ответа, но базы данных создаются из-за того, что постоянно появляются какие-то специфичные кейсы. Если вы делаете, ну, если вы сделали сегодня какую-то базу данных, имея там текущее состояние железа, текущие потребности индустрии, это не значит, что через там 2-3 года этого будет хватать. Потому что через 2-3 года могут появиться новые технологии. Там, допустим, все переехали в облако, и поэтому стали делать резкооблачные базы данных, потому что там принципы другие требуются, да. Это абсолютно естественный процесс. Именно поэтому появились авроры, неоны, там, и прочее, прочее. Вот. Точно так же раньше все работали с монолитами, поэтому был Postgres и MySQL, потом одного компьютера стало не хватать, все пошли там в условно-горизонтальное масштабирование, поэтому появились там MySQL и всякие, и прочее. Вот. То есть по мере того, как появляется новое железо и появляются новые кейсы, у индустрии возникает запрос на более эффективную обработку, ну, там, особых сценариев, да. Будь это там Sirius или там неструктурированные данные, даталейки, облачные вычисления и так далее. Это все требует новых подходов, и поэтому индустрия находится в постоянном такой, ну, она реально бурлит. То есть в каждый момент времени на планете есть буквально сотни команд, которые делают новые базы данных. У большинства из них ничего не получится, но, тем не менее, они пытаются адаптировать новые идеи, которые рано или поздно превратятся в достойные продукты. То есть идеальной базы данных не будет никогда? Ну, я думаю, я боюсь, что нет. Ну, Snowflake претендует на то, что они идеальные, ну, не знаю. Посмотрим. Каждый раз кто-то. Так это, в какой это Россия находится? Россия, ну, в России много талантливых инженеров. Это очень хорошо. И эти талантливые инженеры до недавних пор могли подать идею, поднимать деньги и образовывать команды. То есть не надо далеко ходить за примерами. Вот M-SQL, это ребята с России выходцы, да, NeonDB делается в России. YQL за open-source. YQL за open-source, или опять же, и Clickhouse, ну, господи. Кстати, это просто взрыв на рынке последние годы. Да, поэтому у нас огромный потенциал в этом плане. Конечно, что в последнее время нас немножко к земле прибило, и думаю, все понимают, по какой причине. Вот, но надо смотреть на это оптимистично. Владимир, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Последний вопрос на 10 секунд. Посоветуй какую-нибудь книжку про базы данных для наших зрителей, чтобы они стали умнее, лучше их мечта сбылась, стать разработчиками баз данных. Нет, и стать сотрудником Кьюрифая. Да, да, книжку. Ну, две книжки, да, это название точно, правда, не помню. Ну, давайте первое, это, естественно, имеет смысл почитать Database Internals. Второе, это... Алексея Петрова. Алексея Петрова второе, это Design Data Intensive Applications. Клепмана. Клепмана. Спасибо, Владимир. Все по классике, да, спасибо. Да, спасибо. А мы переключаемся на английский язык. Окей, Владимир, am I right that there will be a talk by Curify Labs at some point tomorrow, I think, right? No? No. No? Not this time. I'm a little bit confused because I heard something that there will be some presentation by Curify Labs. No, no, unfortunately, this time we haven't prepared anything. Okay, okay. They are too busy inventing best databases. Yeah, that's true. That's even more complicated rather than doing the talk on Hydra. Yeah, okay. We are going on a break and let's watch the talks. Not only the break. Okay. This is the last time when you see us today. So... I think we are going to have a closing session today, right? No, there is no closing session for today. So... Disappointing. So, like, I think we say goodbye to you, everybody. Thank you for watching and stay in touch with the third last talks of today. Yeah. Let's join watching talks, right? See ya. We shall go watching talks. Yeah, bye-bye. 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 Продолжение следует...